Владимир Владимирович Любейко, давайте мы тогда запустим презентацию. У вас будет презентация, да? Презентация будет? Да, у вас будет. Коллеги, приветствую. Я хочу рассказать о той вещи, которая на самом деле является основной причиной. Основной вещью, из-за которой я в первую очередь решил заняться проектом эндоклопедия РУВИКИ. Сейчас спросите, а кто из пользователей знает, что такое INSS? Написано в INSS. Все аккуратно, прочитайте. Вы читали, вы видите, не слушайте, но читайте. Не слушайте, можно. Ну, я думаю, что, по-рубински, те, кто не слышал, в ближайшее время точно услышьте. Я думаю, если нет, пара-тройка месяцев, все люди, которые занимаются знаниями, будут в курсе. И я хочу поговорить о индустриенте. Как сказал Алексей Львович, мы сейчас входим в совершаемую новую эпоху, которая прошла после книгопечатания, на тот же революционном. Это эпоха, связанная с системой внутреннего интеллекта. И, если помнить тему нашей конференции, будущее индустриенте, безусловно, связано не с печатными данными, не с текстом в том виде, как мы привыкли его увидеть, а с информацией, которая генерируется в курсе внутреннего интеллекта для конкретного потребителя, для конкретных его задач. Это не статический текст, не статическая информация, а именно та информация, которая подготовлена специально для этого человека, для этого пользователя. И сейчас самое активное развивающее направление системы хостер-индустриста – это большие языковые модели. Ну, еще и графические довольно большие, большие кластеры системы. Но, в первую очередь, представляет интерес с точки зрения знаний, с точки зрения цифровидей, именно большие языковые модели, которые, значит, стерни, реализованы в виде чай-ботов. И практически доминирующая архитектура, на которой практически все современные детям поцер-индустриста построены – это трансформер. Она была в 2007 году обрекована исследователями Гугла, и все скрутилось вокруг них. Про них можно очень долго говорить, но поговорить пока не буду. Но, если говорить на большие языковые модели, то характеристическим данным являются, что это реально большие модели. Там миллиарды весов, те, которые модели можно более-менее использовать на ноутбуке каждому человеку, это примерно 8 миллиардов весов. Например, буквально на прошлой неделе выпущена улама третья с 8 миллиардов весов, и она замечательно отвечает на вопросы, пишет программу. Лучше, чем это делал чай-ботов, третья с половиной, не второе время, тому назад, которые с огромным количеством весов на башних компьютерах. Но, понятное дело, что ведущие современные языковые модели, подши языковые модели, там не 8 миллиардов весов, там речь идет о сотнях миллиардов. Но, все равно, сравнение с моделем прошлого, это, конечно, огромный каких-то весов. И эти модели, они позволяют, как обучение на какой-то выборке, на которой тренируются начальник, потом используются обращение к этой модели для получения результата, так называемых информ. Таким образом, можно и дообучать модели, когда сбоку от основной базы модели есть дополнительная информация. Там, естественно, весковые модели я представил на слайде. Это, конечно, очень быстро развивающиеся направления. И теперь мы переходим к самому интересному. Мы переходим к тому, на чем эти бакси весковые модели учить. Понятное дело, одно дело – архитектура модели, которая сильно развивается, но вековые модели должны обучаться на техках. И для больших вековых моделей, а я сказал, там огромное количество параметров, для того, чтобы они могли быть качественно обучены, нужно огромное количество техников и качественных техников. И тексты должны быть не просто случайно обстрактными техниками, они должны иметь определенную логику для того, чтобы большая модель составила внутри себя какую-то картину мира, картину всей системы знаний, основанной на этих текстах. Соответственно, там должны быть логика, должны быть выводы, и должна быть система и определенная структура. И вот эти вот тексты, на которых учатся большая страна модель, на самом деле способов их использования много. Самый базовый способ – это когда эти тексты предъявляются модели экскурсионной нейронной сети во время ее обучения, и, соответственно, таким образом, всю ту информацию, которая есть в этих текстах, которые предъявляются на это обучение, они, соответственно, помещаются в веса этой самой модели. Вот, ну, это первый этап. Но эти тексты для обучения, они могут применяться также и на последующем этапе. Одна деформированная модель, она может быть, во-первых, до обученного, как я сказал, некой дополнительным набором параметров, то есть у нас есть базовая модель, ее можно не менять, она большая. И ее можно до обучить при помощи некоторого количества дополнительных весов, которые находятся в отдельных боли данных, которая относительно небольшая, которую можно менять, которую можно до обучать. Это получается достаточно эффективная подстройка модели под конкретную задачу. Если мы говорим об инскопедиях, я об этом буду говорить еще очень много раз, нам нужна достоверная информация, нам нужны не просто какие-то сведения, а нам нужны достоверные качественные сведения. И, соответственно, на втором этапе это тоже вполне можно, взяв относительно не очень точную базовую модель, но которая хорошо понимает языки, которую умеет рассуждать, ее можно до обучить на основе достоверной информации и определенных техник, можно до обучить, что она будет давать более токий результат. Ну и, наконец, тех, кто можно их пользоваться и при получении, при генерации непосредственно ответа большой языковой модели, а системой на основе большой языковой модели. То есть уже при генерации ответа можно обращаться к базам знаний, к базам данных, к термитам, для того, чтобы находить в них достоверную информацию и как-то комбинировать работу большой языковой модели с получением этой информации. Таким образом, опять-таки, давать человеку, давать пользоваться более точным результатом. Теперь поговорим о том, какие должны быть эти тексты. Тексты должны быть достоверные, их должно быть много, как я сказал. С точки зрения достоверности, с точки зрения структурности и логичности, с точки зрения отбора наиболее важных вещей, безусловно, очень хорошо подходят под наши требования классической института. Но у классических института есть большая проблема. Они относительно небольшие. А те, что, как я сказал, очень много. И классические институты охватывают только базовую часть человеческого знания. Конечно, хочется, чтобы система, с которой мы задаем вопросы, могла ответить на любой вопрос, а не только на самое-самое важное. И второй вопрос, который касается классических института, то, что они преимущественно предназначены для того, чтобы люди их просто читали. То есть они обычно защищены авторским правом. Они не могут быть, далее, переиспользованы для развития своих задач. И это ограничивает, конечно, их использование, в частности, для тренировок базового интеллекта. И даже относительно тех, кто уже возникает спор между теми, кто задают систему авторского интеллекта, и правообладателями на тех, на которых эти системы обучались. То есть правообладатели требовали каких-то отчислений за то, что система авторского интеллекта использовала их тех для обучения. Вот так дают, когда осторожные производители системы авторского интеллекта опасаются работать с несвободными источниками информации, техниками, картинками и так далее. Это, соответственно, на границе использования декабирающих материалов. Есть большой класс в энциклопедии, которые появились, про которые надо говорить в конце 90-х годов. Эта идея, может быть, пожалуйста, в Толмане, в первую очередь, Рейдер Толмана, который формулировал основные трибуны в свободной энциклопедии. В 2001 году была создана интернет-эциклопедия Википедия, и на ее основе, с ее технологиями, с ее подходами, с ее техниками, создается ряд сетевых энциклопедий, которые содержат огромное количество информации на самые разные темы. И в совокупности Википедия и другие сетевые энциклопедии вместе, они содержат просто весь практически набор знаний человечества. Более системно, структурно, пожалуй, не содержится больше нигде. И, как я сказал, и проблема классических энциклопедий, они уже много запирательные. Вот эти вот сетевые энциклопедии практически все распространяются на условиях свободных лицензий. И, таким образом, они становятся совершенно естественным источником обучающих выборок. Потому что люди, которые создаются тем, кто знает, что это можно брать, это можно использовать, и проблем не будет. Соответственно, Википедия, как самый, пожалуй, большой, самый известный корпус таких вот текстов, самая большая известная сетевая энциклопедия, ее тексты стали основой практически для всех системы энциклопедии. Я не знаю ни одной крупной современной системы костного интеллекта, в которой бы не было бы задано полностью, как минимум, англоязычный раздел в Википедии. А более того, на самом деле, загоняется одновременно сразу все разделы, по крайней мере, крупные разделы загоняются. И благодаря этому все современные системы костного интеллекта поддерживают кучу языков сразу. Ну, вот если классический пример, у ЛАМа, когда была сделана первая, у ЛАМа, там на русском языке, в качестве обучающей выборки, были только тексты руководительной Википедии. Больше никаких русских текстов там не было. Но при этом ЛАМа первая, она вполне отрубчивая язык, вполне может понимать, чего их пользоваться на русском языке, и отвечать ему вполне внятно на русском языке и грамотно. Поэтому, да, Википедия стала, ну, там, напрасывающейся источником обучающих выборов для системы костного интеллекта. Вот, так вот я скажу. Ну, есть большая проблема в Википедии. Алисир Войфе, я тоже упоминал. Вопрос достоверности. Материалы в Википедии, они очень неравномерные. Там есть отличные статьи, очень подробно, написанные хорошим языком, достоверно, которыми работали, ну, профи-напричалисты. Вот. А есть, в общем-то, статьи, которые написаны, скорее, не благодаря квалификации авторам, а благодаря технологии сетевого сотрудничества, онлайн-массового сетевого сотрудничества, когда несколько количеств дилетантов, используя определенные процедуры, в первую очередь, основывают, то есть все утверждения должны основываться на авторитетных, качественных источниках. Благодаря вот этому дилетанты тоже дают достаточно качественные статьи, но это все же, немножко не тот уровень, который я назвал первым. Вот. А, нет. Третья, уже, градация самая дальняя, это статьи, которые еще никто не проверил, на которых еще не сработал механизм этого массового сотрудничества и перепроверок, взаимных компенсаций ошибок. Вот. Это, там, может быть, даже какое-то время висеть в какой-то статье, да, просто чистый вандалий. Вот. И у совершенно такого явного механизма «отделить одно от другого» в википедии почти нету. Поговоряю, что вандалийм фильтруется при помощи механизма патрулирования, это, пожалуйста, удивительно, что есть все остальное, предсказывает качество конкретного материала по сенсору. То есть эффективных пособов отличить одно от другого нету. И возвращаемся к нашим большим заправым моделям. К ним предъявляют, в общем-то, похожую претензию, то есть иногда они дают очень отличные, прямо-таки, результаты, которые в формулировке точно достают. Но иногда они говорят ерунду. Причем эту ерунду они, зачастую, говорят очень убедительным языком, дизельным тоном. Но, тем не менее, она может не иметь такого отношения к реанименте. Это, так называемое, галлюцинирование материнского модели, галлюцинация. И, опять-таки, как и сенсорили, нету эффективного пособа отличить одно от другого, отличить качественный материал от галлюцинации. И, понятное дело, поскольку это одна из основных проблем материнского модели, это галлюцинация. Проводится куча исследований, от чего они происходят, как их избегают. И одно из важных компонентов уменьшения количества галлюцинаций, уменьшения количества ответов из-за материнского модели, это качество обучающей выборки. Но, как говорится, если мусор на входе, то мусор получается и на выходе. По большинству моделей, конечно, есть определенные коррекционные способности, которые позволяют совсем мусор отсечь. То есть, если они понимают, что какая-то вещь, какое-то подтверждение совсем не общепринятое, то оно, в принципе, выфильтровывается из ответов больших галлюцинаций. Но, тем не менее, чем больше мусора на входе, тем больше мусора получается на выходе. И большие галлюцинации получают не только за счет качественной обучающей выборки, но, как я сказал, то есть несколько разных этапов, на которых могут использоваться знания, информация в ходе тех, кто. И, соответственно, основное направление по увеличению качества ответов в систему информационного интеллекта – это информация в ТРИО, то есть получение информации из баз данных во время генерации ответов. Наиболее распространено в ТРИО «Генерация» – это когда большевиковая модель понимает, как обрабатывает запрос данных, который ей дали, с учетом запроса пользователя делается обращение к какому-то источнику информации достоверного, то есть база данных, набор тестов, каких-то реливансов. И последующий ответ генерируется уже с учетом того, чего вернула эта база данных и вопрос пользователя. Поэтому ответ получается не просто чистые знания большевиковые модели, которые лежат у нее в ее листах, но одновременно это комбинироваться с тем ответом, который дала эта база знаний, и поэтому получает это более достоверный результат. Интересный эксперимент, вернее, исследование произведено в Тенфорском университете, таким же самым, который делал прорывную технологию с инструкцированием. Они делали Альбаку, там, и я думаю, ладно, не буду отдаваться. А, я считаю, что университет делал систему, которая называется Викичат. Она называется Викичат, но, на самом деле, к Вике она имеет очень отдаленное отношение. По словам только то, что в качестве вот этого базы знаний для проверки качества они использовали Википедию и постелировали, что для задачи пользования вся информация, которая в Википедии есть, она достоверна. Но это именно для целей исследования, а для практических целей, безусловно, нужен более достоверный корпус дестор, корпус фактов, чем Википедия. И вот эта вот система Викичат, она может быть, во-первых, сделана поверх разных языковых моделей, во-вторых, поверх разных систем фастологической информации. Там, в Викичате, есть 7 уровней, 7 талий, которые проходят запросы пользователя, причем генерируется ответ, и соответственно происходит, сначала, обработка запроса, обращение к Википедии, ну не к тому Википедии, но упрощенное, можно сказать, обращение к Википедии для того, чтобы получить тексты, которые связаны с этим запросом. Потом на основе этого запроса генерируют еще ответы, ответы при помощи подстоящей языковой модели. Ответ подстоящей языковой модели разбивается на части, разбивается на отдельные факты. Эти факты анализируются тоже там при помощи других дополнительных нейронных сетей, анализируются на достоверность, на соответствие по времени, соответствие по географии, в общем порядок параметров. Соответственно, отбрасываются те, которые не соответствуют оценке, которая считается, что хороший или плохой ответ, и после этого перегенерируются еще заново, и получаются очень неплохие результаты. При помощи человеческой оценки, они проводили эксперименты, у них получилось, что в 98% случаев информация кистолирована, то есть, в принципе, механизмы увеличения достают, где они вполне есть. А если вернуться к википедии, какой еще есть проблем у википедии, где у многих источников информация, которая используется для обучения больших языковых моделей, это кросс-юридикционные риски. В разных юридикциях равны законы, то, что в одних юридикциях можно говорить и нужно говорить, в других это незаконно, и, соответственно, из-под же обучающего выборка, который основан на американских законах, очень легко нарушить российские законы. Ну и в принципе, обратно в сторону должны быть. И в России часто создаются интернет-энциклопедии, которые могут принести пользу в решение тех задач, которые я сказал. Ну, понятное дело, рулика, если я с радостью руминана, это принесет четко больше. Но также на этой конференции мы говорили о большой российской энциклопедии и говорили о корчеге знаний. Большая российская энциклопедия – очень хороший источник с точки зрения качества. Но она наследует, по крайней мере, пока наследует одну проблему, которая была у классических энциклопедий. Но я надеюсь, что эта проблема так или иначе взаимодействие с системой кустом интеллекта, по крайней мере, будет разрешаться. Это проблема авторского права. Я зашел, ну, человек припроверил, прямо здесь сидел, не поменялась ли пометка о правах. И там до сих пор написано, что материалы, порталы большой российской энциклопедии могут быть использованы только в личных сцелях. То, соответственно, закрывает вармон при использовании ее для обучения кустом интеллекта, а это очень грустно. Ковчег Дании тоже я с огромным интересом отношусь к этому проекту. У меня там есть аккаунт. Я не то, что далеко наблюдаю, он очень интересен. Я очень надеюсь, что получится делать огромный корпус достоверной новой информации. И я уверен, что три проекта, они будут очень хорошо взаимодополнять до того, чтобы решать те задачи, которые я сказал, и я в выводах немного пронесу. И я хочу сказать о РУВИКе. РУВИКе, она изначально была создана как форк Египедия. То есть те тексты, которые, два миллиона, практически два миллиона статей на РУВИКе и на других языках народов России, которые изначально были в РУВИКе, это просто копия текстов в РУВИКе. Но потом, соответственно, мы стали дорабатывать с инвесторами по ряду пространств, и у нас, соответственно, два ключевых параметра, по которым мы дорабатывали и дорабатывали. Первый – это вопрос о достоверности. Ну, как ты, наверное, понял, из моего доклада вопрос о достоверности. Мы очень давно, и, собственно, в РУВИКе я в 2003 году, один там, во-первых, сколько я хочу, а у тебя нет, и доклад про достоверность я делал еще на внутренней конференции в 2007 году. Вот, и, собственно, цифра меня так волнует. Вот, соответственно, в нашем проекте мы делаем большой упор на достоверности. Ну, второе – это адаптация к требованиям российского контакта. У нас российский проект, и, соответственно, мы хотим и сами работаем в России, и, во-вторых, мы хотим чтобы те, которые мы генерируем, которые у нас создаются, их можно будет пользоваться для обучения системы пульсового телета, которая создаётся в России. Статус для обеспечения достоверности. У нас есть как внутренняя выборка статей, вот так и взаимодействие с внешними. И, как я говорил, теперь большая проблема в том, что нельзя определить качество статьи в каким-то эффективном образом. Мы подправлены в данный сервисов, и у нас статьи разного уровня выверенности справляются, соответственно, с разными пометками. Внутренняя выверка получает пометку выверена, а если мы обращаемся к нашим экспертам, то вот такая вот, например, например, пометки, которые отдаются в случае рецензирования ран, ну, там есть разные эперные институты, которые помогают нам рецензировать статьи, и, безусловно, это не просто картинка, это плавка, статья, которая получает данность рецензированная, она имеет, подойдет в категорию, институты, которые могут распаршиться, разговор распаршиться при получении таких систем, этих систем интеллекта, то есть это все для этого готово. Вот, и так мы понимаем, что могут быть и другие причины, по которым в каком-то конкретном контексте какая-то информация не должна быть представлена, ну, например, напрашивается вопрос, конечно, тот, как касается детей, то и в школах, там вручной информации удаваться не должно, поэтому то это и так и помечаем материалы, которые не подходят для детей. Вот, и, соответственно, перспективы. Перспективы я вот очень надеюсь, это вот, благодаря в совместной нашей работе, мы создадим в России большой качественный текст, круглый знаний, которые можно будет использовать российским разработчикам системы общественного интеллекта, которые будут соответствовать России, позволять их следовать российскому государству, которые будут учитывать знания, накопленные народами России, которые будут хорошо поддерживать, они по-дальшему принципу, те факты, которые касаются культур и знаний народов России. Вот, ну, и еще один момент, то у системы общественного интеллекта на основе большие цифровые модели и у людей на самом деле есть очень много общего. Вот, когда вот я говорю про информационные раскрывы, это тоже можно сделать аналогию, как работает, умный человек. Умный человек, у него огромный кругозон, он знает огромное количество фактов, но еще лучше, он знает, где ему найти какую-то информацию. Он не будет рассчитывать только на свою голову, но он получит какой-то запрос, подумает, где это можно уточнить, берет вправо, и уже окончательный ответ дает, что ему это выполняет. То есть аналогия очень близкая. Вот, и почему я об этом помню? Потому что есть еще такая аналогия, что у человека мышление построено в значительной степени на том родном языке, который он знает. То есть, когда он говорит на неравном языке, все равно мышление идет вокруг того языка, который он знает вначале. И если говорить про пакетиковые модели, то, в принципе, это тоже наблюдается, чувствуется, исследователи это обмечали. Вот, и видно, что я там замечал, когда делаются ошибки в русскоязычном рассуждении, когда в русском языке слова разные, термины разные, а в этом, в английском языке это аммонима. И, соответственно, оно путает русские термины, хотя когда по русски их не перепутят, а по английски можно перепутать. И, соответственно, если мы будем тренировать систему по-самому телесту на основе этого русского языка, то нам будет ее легче понимать, а ее будет легче понимать нас. А мы не будем говорить все же немного на рамках языка, как это происходит с моделем, которые основаны на других ехтах. Надеюсь, у нас все получится. Я вас все вместе проживаю. Объединяйте сильно. Спасибо большое. Во-первых, что касается БРЭ. Если вы не можете использовать статьи БРЭ как авторские для публикации, то почему вы не можете их использовать в качестве внутренней проверяющей структуры? То есть, если что-то соответствует этим данным, потому что БРЭ, конечно, это кодифицированный источник. И в этом случае вы не будете сталкиваться с авторским правом, потому что это не будет публиковаться, а будет внутри вашей системы в качестве некого зеркала, с которым вы сравниваете. Это первый вопрос. Второй тоже связанный с этим. Вы знаете, что, собственно, проблемы Википедии и сегодня руки, руники, связаны с точки зрения достоверности с двумя разными причинами. Первое, ну, это классические ошибки, их очень много. Просто вот очень много. Из всех областей, потому что я просил своих редакторов посмотреть, там количество медалей на Олимпиадах, в спорте, как это называется, даты оперы, это театр выдал. Ну, каждая редакция выдала свой большой набор примеров. А вот вторая, более сложная, это статьи, написанные по определенным, например, историческим событиям с очевидной антирусской позиции. Это статьи, например, связанные с украинскими событиями, с польскими восстаниями, с походами русских войск в Среднюю Азию, там целый цикл таких статей, которые написаны, но очевидно. Ну, например, статья о присоединении киевской метрополии к русской церкви написана очевидно с константинопольских позиций, там ссылки только на них, а русский материал просто проигнорировал. Он вошел в вашем кипите. И вопрос такой, что я не очень представляю, сколько нужно сил, чтобы добраться и до этого пласта. Может быть, все-таки, если можно будет использовать какие-то заведомо достоверные источники в качестве аналитической базы, это было бы проще. Я согласен, что он как-то хорошо проработал, потому что было до следующего года, так сложилось, что церкви она, если на автографии, как инженеры. Мы как раз, вроде, хотим, чтобы ее получено на транспортирование мира, как видимо, а хитраги. Соответственно, это будет не для того, чтобы открыться внутри нашего кокона информационного церкви, а того, чтобы открыть вот это все еще про транспортирование, потому что, безусловно, я, по целых, мы верим, что там в Талине, где коробки, где коробки, где коробки, для очень интересных интересов, но это не только будет их пользоваться. Это будет означать, что у текущего момента картину мира будут падать. Вот. А он просто добивался отрагания монаховых знаний. Ну, во-первых, да, конечно, это очень большая работа, а вот, конечно, это очень большая работа, но мы, во-первых, хотим у волонтеров привыкать, что больше будет, у нас эта работа по пропущению волонтеров, у нас пока только начинается. То есть, надо поставить белый этот вот этот год, который мы плавали, большая часть учили по белым, белым, белым нам данным талантным регионом. Получается, мы выходим, ну, сейчас похвалить, наверное, на нем. Там есть рекламная компания от этих групп. И мы хотим приближать, кстати, большое количество новых волонтеров, которые, на самом деле, давно появились в ответ несовершеннолетних волонтеров, которые тоже в городе Кипения. Вот. Во-первых, во-вторых, вот, гигант системы Охудсан-Дуэрта это, на самом деле, не волонтерную дорогу, дорога, дверь-драмы. И, соответственно, мы планируем то, что управление будет двуготоронним. И, на самом деле, благодаря системе Охудсан-Дуэрта мы будем, как бы, получать, как бы, информацию и пенюрировать данные у нас, что верно, основанные на, вот, скажем так, вот, как говорят, неизвестаря ремонт территории. Это найти конкретную гему, конкретную талантную методику. И, соответственно, мы проводим подвиг, 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 предупреждение. И, причём, мы можем, наверное, генерация генерации 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 от прямого Охудсан-Дуэрта. Это, мы можем проверка системы Охудсан-Дуэрта соответствием того, что там, то есть, на массы. Вот. А начат первого вопроса. К сожалению, там, у нас только право, оно довольно очень жесткое, да. И, вообще говоря, кто только рад, использовал, ну, в качестве такого вот, права, если мы это автоматизировано делаем, то это получается особый вид использования, которое можно получать за право обладателя, которого, к сожалению, сейчас не было. То есть, да, правда, взять, не использовать какое-то произведение, ничего такого не публиковать, это всё равно нельзя, а только право не решить. Понятно. Ну, это, я думаю, с юристами можно будет решить. Вот, ну, я говорю, там, на деле, какое-то решение там, это, ну, правда, это, ну, по-моему, это, ну, по-моему, это, то есть, красивый город видится и масса. Вы не можете решить проблему с нами, а мы не можем решить проблему с электродными версиями книг. У каждого свои юридические проблемы. Спасибо. Спасибо. В. 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 самого ну вот такая жизнь обычная значит вот я хотел бы уточнить вот правильно что вы сказали что в то время как сверить публикацию в рувике с б человеку это ну нормально потому-то то что генневич просил ну как-то посмотришь что в брэ написано одно а у тебя идет другое ну наверное вы написано правильно даже если ты сомневаешься ну так дайди до первоисточника но сам по себе вот расхождение очень важный сигнал что что-то не то и вы говорите что а если то же самое сделать искусственный интеллект запрещено я если ту же самую операцию проведет искусственный интеллект вы считает что это запрещено что да бог с вами я докладчику спрашиваю нет нет не для того чтобы улучшить а зафиксировать расхождение искусственного интеллекта вы считаете все запрещено понятно значит нет ну там переписывать и так далее а просто вот сравнить два текста вы считаете что это запрещено нет часа дуночку он уже лежит факт где-то сейчас он уже в область а это касается право в данном случае выступает автор или редакция которая получила от автора все права на какое-то определенное количество лет или бессрочное мне кажется надо просто исследовать эту проблему вашим допустим юристом вместе с нашими чтобы понять да а что же надо преодолевать да ну вот действительно в авторском договоре ну вот мы уже обсуждали ну и как бы ваши юристы какое-то мне сказали все наш авторский договор он не зыблен как скала но ясно что роль первого лица в частности в том чтобы поставить вопрос перед юристами вот если этот вопрос может быть транслирован для юристов брэ что они могут включить в авторский договор по желанию согласия разумеется подписывающих сторон если со стороны брэ будет разрешено такого сорта вот там сверяйте сверяющее использование а то дальше для автора статьи можно дать два варианта договора где он разрешает вот загрузить исключительно для сверки и еще или де использование больших языковых моделей например больших моделей можно запретить использование своей статьи а для сверки фактической ну скажем разрешить я думаю что уже сейчас на самом деле в авторских договорах есть примерно такое же право потому что у нас есть право на свободное использование но без изменений текста ну да вот но вот тут то что вы говорите является ли сверховмешательством в текст если да давайте давайте прочитаем совершенно в другой области и сейчас в википедии мне там перевел статью по авторскому праву по искусственному интеллекту там проблема в том что то что вы разместили то что википедия это размещено было для людей сейчас пришел искусственный интеллект он использует это по-другому он это всасывает в себя никто этого не ожидал чтобы его обучить ему нужно разрешить все вобрать в себя при этом так как эта система нейронные сети закрыта уже оттуда только по результатам может понять это большая проблема в американские вирсполюции везде это сплошные иски авторы говорят тут ходили и все взяли а доказать невозможно он должен сначала учиться на этом корпусе на корпусе были а потом искать соответственно нет в вики так в этот момент когда он изучил если он даже это сделать ты голубчик учил тут а тут копирать сдаем и все у нас большая проблема это не проблема как вот юристы придут решать искусственному интеллекту нельзя подходить потому что возникает подозрение что они взяли в себя в оправе скопировали как пишут тебе в американских суда скопировал то что сделал автор все вот в чем проблема говорится совершенно о другом это известная проблема вы конечно можете осветить тебя на круглом столе или на выступлении но говорится о другом о том что например искусственный интеллект научился на корпусе не включающим брэй на каком-то корпусе к которому брэй не имеет никакого отношения после этого берется текст статьи из Рувики берется текст аналогичной статьи в брэй и сравнивается ничего он не всасывал до этого и более того как только он сравнит он туда забудет и тот другой текст для того чтобы сравнить он должен забрать вот в чем проблема нет 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 Евгений Наумович говорил про другое очень было прекрасное выступление имеющее отношение к создаем вопросу вот так что вот вопрос остался хорошо спасибо большое ну и так я понял что все таки несмотря на попытки вот на какой-то момент было сказано что берутся исходно берутся так сказать ну достоверные источники фактические источники с точки зрения рассуждения и так далее но то что сегодняшняя нейронная сеть из этого нагенерирует уже этими свойствами не обладает фактическая достоверность это похоже на достоверно похоже на логическое рассуждение похоже на математическое доказательство но и похоже на источники литературные и так далее но ими может не являться а похожесть это вот поэтому когда вы говорили о диалоге между человеком и машиной я не вполне понял вот человек использует для этой самой сверки или нет вот где 97,8 процента это это то-то там проверяли это просто люди проверяли ну как на руках проверяли по достоверным вот а вообще у них эта система магича она автоматическая она автоматически работает ну то есть что-то проверялось с человеком но не в точности то что получалось то есть человек ничего не гарантирует так сказать а ну там не на 8 процентов достоверностей ну понятно и там еще раз там достоверность она определяла по соответствию то есть это исследователь не не можно а вот это исследователь потом там спасибо но можно я замечание сделаю дело в том что мы уже были в такой ситуации правда не с искусственным интеллектом с другой конструкторной системой там тоже фигурировали цифры там 97,5 процентов я представляю себе так вот представьте себе печатная страница 1800 знаков обычная печатная страница с крупным кемлем 1800 знаков 2,5 процента это 45 ошибок на страницу ну в общем многовато ну в общем многовато в общем многовато в общем многовато мне кажется что здесь в области особенно фактических знаний я даже не представляю себе какой процент является допустимым вот я могу сказать что вот если учитывать обращение пользователей бре с предложениями там с критикой по исправлению ошибок вот за это время мы собрали да да то те замечания которые мы принимаем составляют примерно 0,02 от количества статей а не от контента там вообще будут то есть и то каждое такое дело порождает редакционные размещания да может быть концерт это такие-то концертные форексы не любят не ну в общем нет подключение справедливое что число мало что говорит это да а может быть просто лучше чем было до 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 kek теперь тоже 에도 до 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 Спасибо большое, я думаю, что у нас насыпалось.